Мы читаем книгу Труды Бааль Сул'ама, страница 707, письмо 19 Бааль Сул'ама. Начинаем. 19 письмо. Я получил все твои письма, да будут они угодны желанию Творца. Однако сказано «познай Творца Отца Своего и служи Ему». «Познай» означает знание, ибо нехорошо в душе без знания Творца, что означает, что человек стремится и тоскует по работе Творца, так как есть в нем душа, но если не познал Творца, нехорошо ему. Но, несмотря на то, что обладает душой, сам не в состоянии познать Творца, пока не снизойдет на него дух свыше. Рох, однако он обязан обратить слух свой, чтобы слушать слова мудрецов и полностью верить в них. Сказано в Писании «Только добро и милосердие преследуют меня все дни жизни моей». Как объясняет этот твой предок Баальшемтов, Творец, тень твоя. То есть, как тень следует за движениями человека, и все ее движения согласуются с движениями человека, так и каждый человек следует за движениями Творца. Объяснение, что при пробуждении любви к Творцу должен понимать, что этот Творец пробудился к нему в огромном стремлении. Что имел в виду Раби Акива? Счастлив ты, Израиль, перед кем вы очищаетесь, и кто очищает вас, и поймет-то. Поэтому в начале приближения человека дают ему чередующуюся душу Месси Традиофани. То есть Творец пробуждается к нему при каждой возможности возникающей со стороны человека в великом стремлении и желании слиться с ним. Об этом и говорит поэт. Только добро и милосердие преследуют меня все дни жизни моей. Ибо царь Давид — это общая душа всего Израиля, и потому всегда стремился и желал истинного слияния с Творцом. Но необходимо познать в своей душе, что Творец устремляется за человеком точно в той же мере, в которой человек стремится за Творцом. И нельзя ему забывать это, Боже Сохраняя, даже во время самой большой тяги. И вспоминая, что Творец тянется к нему, стремится слиться с ним, с такой же огромной, как и он сам, человек всегда будет идти в тяге и томлении от успеха к успеху в постоянном слиянии. Зевуди, представляющий собой окончательное совершенство силы души, пока не удостоится возвращения от любви, то есть возвратиться в Авгей, что и означает единение Творца и Шхины. Однако душа без знания и познания своего Творца находятся в большом падении. После того, как увеличивается тяга до определенной меры, ведь кажется человеку, что Творец отвергает его, не дай Бог, какой же стыд и позор, что не только не завершает меру своего стремления и тяги, чтобы наполниться вечной любовью к Творцу, но еще и впадает в свойства гневливой разделяет единство, не дай Бог. Поскольку кажется ему, что только он стремится, тянется и рвется к Творцу, и не верит, сказанному мудрецами, что точно в такой же мере и Творец стремится, тянется и рвется к человеку. Что же мы можем сделать, чтобы помочь тем, у кого в сердце еще не утвердилась вера в слова мудрецов, что из плоти своей прозреют Творца, поскольку уже доказал я несколько раз, что разные виды управления этого мира это буквы, которые человек обязан перенести в их истинное место в духовном, потому что в духовном букв нет. однако в процессе разбиения Келим перешли все буквы на земное управление и на земных людей, творений, так что, когда человек совершенствуется, восполняет себя, достигает своего корня, обязан сам собрать все буквы одну за другой и перенести их к их корню в духовном, что означает перевешивать себя и весь мир на чашу заслуг. А то, что касается единения Творца и Шхены, которому человек приводит, наполняя свою меру тяги и стремления, совершенно подобно земному совокуплению, происходящему при рождении земного тела, которое также обязательно происходит под предварительной причиной, то есть напряжение. Иначе говоря, известные меры стремления и тяги, называемые твердостью в земном языке, когда и семя его будет благословенно, потому что выстреливается как стрела в нефеш шана мир. Душа год мир. О чем сказано? Что такое возврат? В то самое время, в то же самое место, в ту самую женщину, ибо нижний гей содержит душу год мир. Душа это мера стремления и тяги год, времена возбуждения и раздражения, потому что полное совокупление имеет полную меру введения Атара, Йошна, то, как они были слиты в своем корне, прежде чем разделились в земном мире. Но не за один раз становится человек готов к Высшему Зевугу, очень возвышенному, который называется Бияшлема, полным соединением. А как сказано, только добро и милосердие преследуют меня, и потому создается возбуждение я, являющийся началом совокупления, как сказано, праведник, и плохо ему. То есть Творец не желает слияния с ним, а потому не ощущает тон втомлении и тяге вкуса любви необходима для того же действия, для того же места, и есть в нем страдание, которое называется, что язва в будущем смягчится и станет наслаждением. А что ты на меня смотришь, Дуди? Вопрос, хотим ли остановиться? Я не хочу останавливаться, иначе мы, как и вчера, остановимся. Давайте мы все-таки посмотрим все течение этого послания. Что поделаешь, оно длинное, но относиться к этому более легко. Не в ходе частности. А вот как это происходит в общем? 709-я страница, первая колонка. Но то, что не сделает разум, сделает время, потому что Творец отсчитывает все возбуждения, собирает их в полную меру, и где в мере напряжения для предназначенного дня. Это имеет в виду поэт Будди и Круши, чтобы истребить всякого делающего злой. Потому что Ткия это конец Саити, о котором сказано в видении Ви-Ви-Мум. А это Зевук Творца со Шхиной сверху вниз. До того, как облачилась душа в кругообороты этого мира. И потом, когда человек готовится вернуться к своему корню, тогда не за один раз вызовет он полноценный Зевук, а производит возбуждение и раздражение. А это секрет Нефиш из Ситра со стороны Офаним, колеса, которые гонятся изо всех сил в трепете и страхе и спарине, пока не начинают вращаться вокруг этого полюса за Шхиной. Весь день и всю ночь мы никогда не успокоимся. Как сказано в книгах о тайне Офани, пока душа человека не восполнится на уровнях Нефиш, он постоянно приближается, при этом растет его тяга и боль. Потому что страстное желание, не находящее удовлетворение, оставляет после себя большую боль в мире этого страстного желания. Это называется крушить Труа звук рога. Это мучает нас поэты, говоря, буди, то есть ты совершаешь возбуждение в шхине, а также круши, тоже звук такой, поскольку ты вызываешь великие страдания, которым нет подобным, называется стоном стенай. Ведь когда страдает человек, шхина что говорит? Зачем ты поступаешь так? Для того, чтобы уничтожить всякого делающего зло. Объяснение, потому что праведность праведника не спасет его в день его преступления. Но знающему сокрыт и известна мера стремления в сердце человека к сближению с Творцом, которое все еще может прерваться, не дай Бог. И потому Творец умножает возбуждение, то есть начало совокупления, то есть если человек прислушивается к голосу Творца, как сказано Творец Тень Твоя, получается, что не падает и не спускается вследствие усиления страданий от возбуждений, потому что видит и слышит, что также Ишхина страдает в той же мере, как и он, от приумножающейся тяги. В любом случае постоянно укрепляется раз за разом еще большей тяге, пока не завершит точку своего сердца в полном и совершенном стремлении в сильной нерушимой связи. Как сказал Рашби Выдразута, я любимому моему и ко мне его страсть. Все те дни, пока был я привязан к этому миру, единственными узами связал я себя с Творцом и потопу теперь ко мне его страсть. То есть пока не засвидетельствуют о нем знающие тайны, что не вернется больше глупости своей, а потому достоится вернуть Гей к вам навечно. То есть это и есть конец совокупления, введения Тара в Йошна, что называется великим отрублением рога. Все это силами и достоинствами труд, ибо уничтожили они все делающее зло, и не вернется больше глупости своей, тогда удостаивается он полного осознания вечном зевуге, непрекращающемся. То, что называется знание, и видишь, что все трудности, которые возникали у него в разные времена, были не более, чем для знания, это значит в то самое время. То есть известно знающему тайны, что времена сделали в человеке особое чудо, чтобы укрепился он в праведности своей навечно. в то же самое место, что означает введение Атара в Йошна, как была она до своего уменьшения, как вы слышали от меня несколько раз, что Творец не делает ничего нового во время конца исправления, как думают недоумки, а будете вкушать давно уже отведанное, то есть пока не скажет, желаю я, и достаточно понимающему, а в ту самую женщину, потому что обманчива прелесть, суетна красота, женщина, трепещущая перед Творцом, она восславится. То есть во время подготовки кажется прелесть и красота главным совершенством. За ними он стремился и тянулся. Но во время исправления, когда наполнила земля знанием Творца, совсем другой перевернутый мир увидел, что только стремление страх и трепет главное совершенство, которого жаждет человек. И чувствуют они, что во время подготовки обманывали себя и поймета. Это и называется праведник и хорошо ему, то есть удостоившись конца саити и великого трубления рога. Это уже полный завершенный праведник. покажи это письмо всем товарищам, и этим получите мое благословение быть вписанными в книге праведников. но что мы здесь можем сказать, я не знаю. Это послание очень-очень особенное, которое говорит о состоянии зарождения ибур, как мы входим в ибур. и мы понимаем насколько это по всей видимости глубоко, насколько мы этого не понимаем, насколько это глубоко, но находимся в этом, то есть в этом процессе. Хотим мы того или нет, мы находимся. поэтому мы будем продолжать и еще раз, и еще раз будем читать, пока это не войдет в нас. Это будет работать, это работает, и каждый раз, когда мы касаемся таких отрывков, это работает на нас, действует на нас. Мы переходим к чему, Дуди? Вы хотите, можно вернуться к отрывкам Эбур, можно перейти к учению Дести Сферот? Да. Ну, вот эти варианты. Что? Хорошо. Я бы, может быть, было у нас. 10-ю часть учения Десяти Сферот внутреннее созерцание. Так, перейдем к 10-й части Учения Десяти Сферот. Десять полнадцать полнадцать Продолжение следует...